Дальше из совойских у нас эстрема раньше была, сейчас в силу того, что эстрема это не совойская, это полусовойская, как и марама. Марама более совойская капуста. У нас уже появился новый гибрид Мадлен капуста, полностью совойская капуста. Это, как вы знаете, много конкурентов капуст. Большие, большие, рыхлые капусты. Это капуста по типу белокочарной, она совойская, но она очень компактная, очень компактная головка, очень презентабельная на вид, как видите. 110-120 дней у капусты, очень неплохо хранится, там до конца марта проблем нет, но есть особенность, если хотят ее закладывать на хранение, ее надо собирать чуть-чуть незрелой. Ну, то есть, если у нее 120 дней, там на 107, там до 110 дней ее надо убрать за 10 дней до созревания, чтобы она была не переспевшая. Ну, это и особенность. Ну, это, в принципе, это вы, наверное, и так узнаете. В принципе, всех поздних культур, в том числе и капусты, два основных требования по срокам для того, чтобы капусты хорошо хранились, это уборка чуть-чуть недозрелыми, чтобы они были недозрелыми, потому что когда перезрывает уровень нитрата, с этого уровня нитрата повышается, это влияет неактивно на хранение. И второе, ну, горка при низких температурах, когда средняя-свыточная температура, там, 5 градусов, ну, это идеально. А у нее еще особенность, она, если перезревать, будет стоять долго в поле, ну, внутренние листики расправляются. Ну, теряется весь смысл совойства, они стали похожи на белокочарные. А что значит «настоящая» или «ненастоящая»? А вот «марама» по «савойская». С виду верхние листы совойств, ну, такие гофрированные, ну, а внутренние они, к сожалению, не сильно гофрированные, они более расправленные. Мы начинали, я скажу, ну, как бы, в чем была идея, ну, в Украине, по крайней мере. Скажем так, учитывая то, что совойские капусты, они более устойчивые к родителям, но родители их меньше кушают. И внешний вид совойской капусты, он не так привлекательный до родителей. А кочан сам по типу белокочарного, ну, может, качество не супер-белокочарного, ну, то есть выращиваем, уходим чуть-чуть от родителей, а получаем белокочарную капусту. Ну, скажем так, это было тогда, когда уровень технологии чуть ниже был у наших клиентов. Сейчас, как бы, это не так актуально, сейчас чисто совойское выходит, как продукт уже, и мы вот, эстрема, уже почти отказались от марамы. Ну, тоже скоро будем. Рынок, это еще остался Одесская область, там, скажем так, Бессарабия и Молдова. Они традиционно пласят полусовойский тип. Молдовия, меморама, ну, относительно, например, молдовного. Очень интересна структура листа, в последнее время, там, пробуют и на голубцы ее, там, и на разные, там, салаты. Ну, в сетях появилось больше, мы сейчас даже, да, уже все эти, ну, как бы, супермаркеты, у нас уже от больших клиентов есть запросы по, по-моему, для нас. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.